В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Боровое или тропа здоровья? Продолжается голосование за выбор территории для благоустройства в 2024 году. Молодежная столица России и главные мероприятия Всероссийского дня молодежи пройдут в Нижнем Новгороде. О любви к России и Санкт-Петербургу писательница Ирина Богданова встретилась с саровскими читателями. Далее расскажем обо всем подробно. Более 550 общественных пространств благоустроили в Нижегородской области с 2019 года по проекту формирования комфортной городской среды. Это места, которые жители региона сами выбрали на голосовании. Сейчас идет выбор объектов благоустройства на 2024 год и каждый голос имеет значение. На сайте fkgs.golosza.ru можно изучить концепции благоустройства и выбрать из списка одну территорию, которая должна быть благоустроена в первую очередь. В Сарове это набережная Борового или Теренкуртро по здоровью. Уже есть предварительная концепция благоустройства этих территорий. Например, благоустройство Борового предполагает создание фонтана в центре водоема, создание зон пикника, спортивных и детских площадок. На тропе здоровья в первую очередь предлагают заменить асфальтовое покрытие, установить тренажеры и сделать обзорную площадку. Окончательно проект сделают после того, как будет выбрана территория победитель и пройдут общественные обсуждения. Логистика в Приволжье подстраивается под географию внешней торговли. В регионах появляются новые проекты по улучшению транспортной и логистической инфраструктуры. Расширяются возможности торговли, в том числе со странами Азии. Волговецкое главное управление Банка России подготовило доклад о состоянии региональной экономики. О его главных тезисах смотрите далее. Динамика деловой активности в сфере логистики и транспортировки в регионах присутствия Волговецкого главного управления Банка России показывает, что в первом квартале текущего года предприятия продолжили пересматривать маршруты грузовых перевозок с учетом изменения географии внешней торговли. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика. Комментарии ГУ». В регионах Приволжье стартовали новые проекты по улучшению транспортной и логистической инфраструктуры. В ряде регионов по Волжье стартовали проекты по улучшению транспортной и логистической инфраструктуры. Например, в Татарстане началось строительство и модернизация инфраструктуры для контейнерных перевозок. Предполагается, что этот проект позволит увеличить объем торговли со странами Азии. Предприятие Волговецкого макрорегиона планирует экспортировать в основном продукцию нефтехимической промышленности, а импортировать потребительские и промежуточные, то есть используемые для выпуска конечного продукта, товары. Также бизнес продолжает работать на улучшение инфраструктуры в сфере интернет-торговли. В начале весны стало известно о планах построить в Нижегородской области крупный складской комплекс для обработки и хранения заказов одного из онлайн-ретейлеров. А другой российский ретейлер начал работу по расширению складских мощностей своего логистического центра в Татарстане. Информацию о других тенденциях в экономике регионов России можно найти в докладе «Региональная экономика. Комментарии ГУМ». Важный источник сведений для доклада – мониторинг около 14 тысяч нефинансовых предприятий. Это позволяет получить оперативные данные о развитии отраслей экономики во всех регионах страны. Доклад рассматривается руководством Банка России, в том числе и в ходе подготовки к принятию решения по ключевой ставке. «Предпринимательство в лицах» – фотовыставка, которая пройдет в нашем городе ко дню российского предпринимательства. ЦПП приглашает принять в ней участие бизнесменов и самозанятых. Для этого нужно прислать на электронную почту milessobakasarovbiz.ru фотографию вас или вашего коллектива в рабочей обстановке, указав в письме контактную информацию. Вопросы по телефону 99 263 и 8 910 135 33 35. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Жители обязаны будут впускать в квартиры сотрудников газовых служб для техобслуживания и оборудования. Его специализированные организации обязаны будут проводить ежегодно. Отдать ей времени работы они должны уведомить жителя заранее. Кроме того, они обязаны проинструктировать жителя, как безопасно пользоваться газом и передать ему инструкцию. Если выявлены нарушения, то подача газа перекрывается. Оплачивать проверку газовой плиты полагается в течение года. Плату разделят на 12 месяцев. Если газовщики прибыли на место, согласованное с жителем время, но их в квартиру не впустили, заказчик по договору должен оплатить стоимость выезда сотрудников. Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается по Нижегородской области с 14 по 19 мая. Пожарной опасности присвоен 4 класс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты и объекты экономики, отмечают в ведомстве. Представители ГУ МЧС России по региону рекомендуют быть предельно внимательными в этот период и соблюдать правила пожарной безопасности. Граждан призывают не сжечь мусор на дачах, а также вблизи леса, не разжигать костры в лесу, не оставлять на открытой для солнца поляне бутылки, стекло и другой мусор. На этой неделе жители Нижегородской области ожидают потепление до плюс 25 градусов, обещают синоптики Верхневолжского УГМС. В Сарове потепление ожидается со вторника, и к четвергу температура достигнет плюс 26 днем и плюс 11 ночью. Будет облачно, осадков не предвидится. Напомним, по словам начальника отдела метеопрогнозов Верхневолжского УГМС Ольги Макеевой, предварительный прогноз на май не сулил никаких серьезных скачков, но есть дни с контрастно-низкими температурами, с заморозками до минус 5 или жарой до плюс 30. В целом, обычно май очень неустойчивый и капризный месяц с разбросами температур от минус 7 до плюс 34 градусов. Продукты коммуналка и услуги почты в Нижегородстате рассказали, на что тратят зарплаты нижегородцы. В четвертом квартале прошлого года среднемесячная зарплата нижегородцев составила 52,5 тысячи рублей. Это на 13% больше в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года. Однако уже в феврале этого года показатель снизился до 48,5 тысяч рублей. При этом средний размер пенсии составляет 19,2 тысяч рублей. Специалисты Нижегородстата выборочно проанализировали семейные бюджеты и выяснили, что основная часть трат приходится на покупку непродовольственных товаров. Это 31,5%, продуктов питания 30%, остальная часть на оплату налогов, обязательных платежей и личные сбережения. Нижний Новгород станет основной площадкой празднования Всероссийского дня молодежи, которое состоится 24 июня. Региональному центру присвоили статус молодежной столицы России. По словам губернатора Глеба Никитина, это хороший стимул для дальнейшего развития и освоения новых форматов и масштабов молодежных мероприятий. Вместе с Росмолодежью удалось проработать много интересных идей, которые приятно удивят гостей праздника. Главные мероприятия пройдут на площади Минина и Пожарского. Там будут работать несколько интерактивных зон по различным направлениям. В рамках фестиваля у гостей будет возможность присоединиться к добровольческим акциям и просветительским экскурсиям, познакомиться с героями СВО и героями России. Кроме того, гостей ждут зоны для создания блогерского контента. Открытый микрофон, который позволит заявить о себе молодым творцам, выступить на одной сцене с кумирами и известными российскими артистами. А также маркет от молодых предпринимателей и акселератор Росмолодежь Гранты. В них можно поучаствовать, оставив заявку на официальном сайте Дня молодежи 2023. Доступ на площадь Минина и Пожарского будет свободным, но по предварительной регистрации. В Сарове формат праздника пока определяют. Повлиять на него может любой горожанин. Департамент по делам молодежи и спорта проводит опрос в своей группе во ВКонтакте. Наша съемочная группа присоединилась к опросу и выяснила, чего же ждут от Дня молодежи саровчане. Дмисс думает о том, как провести День молодежи в Сарове. Они запустили голосование в группе ВКонтакте и предложили три варианта. Первое – привести диджея. Второе – привести звезду российской эстрады. И третье – провести праздник в стиле рок-н-ролл. А мы узнаем у саровчан, как они хотят отмечать День молодежи. Пойдемте. Ну, естественно, фейерверки хотели бы видеть, салюты яркие ночью, да. Куча всяких нарядных людей там, ну, в костюмах таких ростовых, знаете. Вот, там, зверюшки, там, клоуны. Ну, чтобы детишкам было весело. Самое главное – молодежи все-таки. Вот. Еще самое главное – ну, вот такие стенды поставить для молодежи. Сахарный ват, там, шашлычок. Вот. Бесплатный желательно. Концерт какой-нибудь известной личности. Ну, не какого-нибудь там, это, это, Потап и Настя. Какого-нибудь, что, крутой человек приехал. Ну, например? Не знаю. Ну, вообще, Филипп Киркоров. Вот, Филипп Киркоров, если приедет, то это хорошо будет. Или, там, Артур Пирожков какой-нибудь. Но они должны, должны приезжать. Все-таки город у нас большой. Надо, надо. Вот. Я хочу, чтобы меня снова наградили, как и в прошлом году. А за что? Меня награждали за большой вклад в молодежную политику. Я тоже хочу, чтобы меня наградили. Пошли быстрей. Я хотел бы увидеть много счастливых лиц и побольше хорошего настроения. Еда бесплатная. Полностью согласен. А что-то, может, еще? Салют, например? Или это уже заезжено? Ну, вот, недавно был. Поэтому, не знаю даже. Ну, может быть, какие-нибудь квизы, что-нибудь такое прикольное. Пар бы не было, хорошо было бы. Детские какие-то развлечения? Для молодежи тоже что-то активненькое. Может, конкурсы какие-то? Все. Что именно? Именно все. Ну, например, там, может быть, какие-то квизы, там, квесты, я не знаю. Да, именно это. И все? Да. Какой-то скучный. Я знаю. Ну, какую-нибудь дискотеку. Например, пьяную вечеринку? Ну, можно просто концерт. То есть, хороший музык. А как она сейчас относится к тому, что там, например, диджея привезут или звезду какую-нибудь классную? Положите. Придете? Скорее всего, да. Я тоже. Можно я с вами пойду? Нет. Пойдемте. Пойдемте. Ну, почему? Куда пойдемте? На День молодежи. Прямо сейчас? Да, будем с вами идти до 24-го числа. Пойдете со мной? Боюсь, что нет. Эх, этот не идет. Может, какой-нибудь парад для молодежи, какое-нибудь мероприятие, связанное какими-то современными темами? Например? Ну, например, какие-нибудь веселые старты, может, будут интересны, по крайней мере, людям лет 12-14 точно будут интересны веселые старты. А я вообще хочу, чтобы в этом году День молодежи прошел в стиле опен-эйра или фестиваля, на берегу озера, чтобы солнце светило, все улыбались. Эх, мечты. Творческая встреча с писательницей из Санкт-Петербурга Ириной Богдановой состоялась в библиотеке имени Маяковского. Ирина Анатольевна номинант Патриаршей премии по литературе. Пятикратный лауреат конкурса «Просвещение через книгу». Лауреат Международной литературной премии «Югран». Книги писательницы о любви к России из Санкт-Петербургу. Ирина Анатольевна Богданова начала писать в зрелом возрасте – в 48 лет. Много лет работая с детьми в детском саду, она накопила богатый педагогический опыт. Его Ирина Богданова решила воплотить в своих книгах. Первые произведения писательницы были для самых маленьких. Книги быстро стали популярными. Вскоре писательница обратилась к юношеской, а потом и к взрослой литературе. Ирина Анатольевна – номинант Патриаршей премии по литературе. Пятикратный лауреат конкурса «Просвещение через книгу». Детскую повесть «Сказочная азбука» включили в федеральную программу «Культура России». Все мои книги, они подчинены одной цели – это книги о любви к России, это книги патриотичные, книги о людях, которые умеют преодолевать трудности, которые не пасуют перед трудностями, как бы им не было трудно, и всегда находят свою дорогу к любви, к миру. Все книги петербургской писательницы на документальной основе. Ирина Богданова берет значимое историческое событие и помещает туда простых людей с их радостями и горестями, сложными выборами и жизненными перипетиями. Чтобы достоверно описать ту или иную эпоху, автор много работает с архивами, мемуарами и дневниковыми записями очевидцев. Наиболее известные романы Ирины Богдановой – «Три Анны», «Мера бытия», «Фарфоровая память» – во всех произведениях писательницы присутствует тема войны. Война – это, в общем-то, она на протяжении вытянутой руки от всего моего поколения, и она присутствует абсолютно, тема военная, тема присутствует абсолютно во всех книгах, потому что я не могу ее обойти, потому что вот вся наша жизнь, она проистекает, собственно, вот точка – это точка войны, это точка отсчета для всех семей в России, для абсолютно всех семей в России. Главный принцип в работе Ирины Богдановой – писать так, как бы самой хотелось прочитать. Сейчас у писательницы 22 книги. Уже совсем скоро выйдет ее новый роман «Мир всем». На творческой встрече с саровскими читателями в библиотеке имени Маяковского Ирина Анатольевна рассказала о себе, своем писательском пути и работе над книгами. Все желающие могли задать вопросы, а также получить автограф автора. Хочу поблагодарить сразу саровчан в библиотеку имени Маяковского за приглашение. Мы понимаем, на чьих плечах лежит равновесие в мире, и поэтому спасибо вам большое, спасибо всем жителям города за то, что вы обеспечиваете это равновесие. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА